Вопрос 3855. Книга «Открытым оком», 26 том. Тема «Будущее мира. Страшный суд». «Если бы люди перестали грешить, и все уверовали бы во Христа, приняли бы Его своим спасителем и стали жить только по Евангелию, то кончина мира была бы иной? Может быть, тогда Господь мирно сошел бы с небес и взял церковь и всех верных умерших, и не было бы Армагеддона?» Отвечает Игнатий Тихон-Челапкин. «Кто знает, как и что было бы, если бы Адам не согрешил, если бы Херувима Синяющий не стал дьяволопадшим?» Премудрец Соломона 2.24. «Но завистью дьявола вошли в мир смерти и испытывают ее принадлежащие куделы его». Стихи. «Я тленный мой состав, расстроенный днесь рушу. Земля, устроив плоть, отъемлет плоть мою, а от небес, прияв в отленно тело душу, я душу небесам обратно отдаю». 1773 год. Сума роков. «Третья езда» 3.5. «И дал Адаму тело смертное, которое было также создание рук твоих, и вздохнул в него дух жизни, и он сделался живым пред тобою». Екклезиас 12.7. «И возвратился прах в землю, чем он был, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Стих. «Я живу на Большой Пресне 36.24. Место спокойненькое, тихонькое, ну, кажется, какое мне дело, что где-то в буре в мире взяли и выдумали войну. Ночь пришла, хорошая, вкратчивая, и чего это барышни некоторые дрожат, пугливо поворачивая, глаза громадные, как прожекторы. Уличные толпы к небесной влаге припали горящими устами, а город, вытрепав ручонки-флаги, молится и молится красными крестами. Простоволосая церковка бульварному изголовью припала набитый слезами куль, а у бульвара цветники истекают кровью, как сердце, изодранное пальцами пуль. Тревога жалеет и жалеет, жрет зачерствевший разум. Уже у ноевого оранжереи покрылись смертельной бледным газом. Скажите Москве, пускай удержится. Не надо, пусть трясется, пусть не трясется. Через секунду встречу я неб самодержавца. Возьму и убью солнце. Видите флаги по небу полощат. Вот он, жирен и рыжь, красным копытом грофнув по площадь, езжает по трупам крыш. Тебе, орущему, разрушу-разрушу, вырезавшему ночь из окровавленных карнизов, я, сохранивший бесстрашную душу, бросаю вызов. Идите, изъеденные бессонницей, сложите в костер лица. Все равно это нам последнее солнце, солнце, а устрелится. Идите, сумасшедшие, из России, Польши. Сегодня я Наполеон, я полководец и больше. Сравните я и он. Он раз в чуме приблился троном, смелостью смерть поправ. Я каждый день иду к замучленным по тысячу русских яв. Он раз и не дрогнув, стал под пули и славится столь столетий сто, а я прошел в одном лишь июле тысячу аркокольских мостов. Аркольских мостов. Мой крик в граните времени выбит и будет греметь и гремит. Оттого, что в сердце выжженном, как Египет, есть тысячи тысяч пирамид. За мной, изъеденные бессонницей, Выше в костер лица. Здравствуйте, мое предсмертное солнце, Солнце-аустер-лица. Люди, будет на солнце прямо, Солнце съежится аж. Громче из сжатого горла, Храма хрипи похоронный марш. Люди, когда ты канонизируете Имена погибших, Меня известней, помните, Еще одно го убила война, Поэта с большой пресней. 1915 год. Владимир Маяковский. Евангелие от Луки. 16 глава. 23 по 26 стих. И в Аде, будучи в муках, Он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И в Изапив сказал, Отче Аврааме, умилоседлись надо мною, и пошли Лазаря, Чтобы мочил конец перца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени си. Но Авраам сказал, Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, А Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. 16 глава. 31 стих. Тогда Авраам сказал ему, Если Моисея пророков не слушает, То если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Стих. Ты помнишь это дело о поджоге? Рейхстага, давний, 33-й год. Огромный геринг, как кабан двуногий, на прокурорской кафедре встает. Еще не взят истории к ответу. Он хочет доказать неправду свету. Рейхстаг большевикам подожжен. Рейхстаг большевиками подожжен. Но вот пред всеми смуглый, чернобровый, Встал подсудимый, чистый и суровый. Он в кадалах, но обвиняет он. Он держит речь неюстовый болгарин. Его слова секут врагов, как жгут, А воздух так и душлив, так угарин. На площадях должно быть книги жгут. В тот грозный год я только кончил школу. Вихрастые посланцы комсомола Вели метро под утренней Москвой. Мы никогда не видели Рейхстага. Нас выхищала львиная отвага, Болгарина с могучей головой. Прошло немало лет, а в сорок пятом, Тем самым только выросшим, ребята, Пришлось в далеких побывать местах, Пришлось ползти берлинским зоосадом. Ударим зажигательным снарядом, Горит Рейхстаг, смотри, горит Рейхстаг. Прекрасный день, 30 апреля, Тяжелый дым, Валит из колонн, Теперь не выдумка, на самом деле, Рейхстаг большевиками подожжен. 1947 год. Далматовский. Е.Далматовский. Псалом 90, 8 стих. Только смотреть будешь очами твоими, И видеть возмездие нечестивым. Псалом 93, 2. Восстань, судя земли, Воздай возмездие гордым. Флаги веют на Босфоре, Пушки празднично гремят, Небо ясно блещет море, И ликует цареград. И недаром он ликует На волшебных берегах, Ныне весело пирует Благотушный падишах. Угощает он на славу Милых западных друзей, И свою бы всю державу Сложил для них. Из премудрого далека, Франкистанской их земли, Погулять насчет пророка, Все они сюда пришли. Пуша гром и мусикия, Здесь Европа всей привал, Здесь все силы мировые, Свой справляют карнавал. И при криках иступленных Бойкий западный разгул, И в гаремах потаенных Двери настежь распахнул, Как в роскошной этой раме Дивных гор и двух морей Веселится об исламе Христианский съесть князей. И конца нет их приветом, Обнимает брата брат, О, каким отрадным светом Звезды запада горят! И всех ярче и милее, Светит тут звезда одна, Коронованная фея, Рим и дочь его жена. С пресловутого театра, Всех изжащит и затей, Как вторая Клеопатра, В сонме царственных гостей. На восток она явилась, Всем на радость, не на зло, И перед нею все склонились, Солнце с запада взошло. Только там, где тени бродят, И долинами, и гором, И куда уж не доходят Эти клики, этот гам. Только там, где тени бродят, Там в ночи их свежих ран, Кровью медленно исходят Миллионы христиан. Тючев Иеремия 51-58 Так говорит Господь Саваоф, Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, И высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, И племена мучили себя для огня. Стих По слову извечного сущего, Бессменен поток времен, Чую лишь ветер грядущего, Нового мига звон. С падением идет, с победою, А ливу несешь, иль меч. Лика его не ведаю, Я не ведаю, знаю лишь ветер встреч. И в тесности, В перекрестности, Хочу, не хочу ли я, Черную топь неизвестности, Режет моя ладья. 1913 год, Гиппиус З. Екклезиаст 1.6 Идет ветер к югу, И переходит к северу, Кружится, кружится на ходу своем, И возвращается ветер на круги свои. Иезекиилия 1.4 И я видел, И вот бурный ветер шел от севера, Великое облако и клубящийся огонь, И сияние вокруг него. По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел, И месяцы звезды и тучи толпой Внимали той песни святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов Под кущами райских садов, О Боге великому он пел, И хвала его непритворна была. Он душу младую в объятиях нес, Для мира печали и слез, И звук его песни в душе молодой, Остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, Желанием чудным полна, И звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли. 1831 год, Лермонтов. 2 Тимофей, 4 глава, 7 по 8 стих. Подвигом добрым я подвязался, Течение совершил, веру сохранил, А теперь готовится мне венец правды, Который даст мне Господь, Праведный Судья, В день оный, И не только мне, но и всем возлюбившим Явление Его. Субтитры делал DimaTorzok